Гуманитарная помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик была собрана и отправлена из Каспийска сегодня утром, 27 февраля. По последним данным, число эвакуированных в нашу страну жителей превышает 120 тысяч человек. Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, собирают помощь со всей России. Наш город не стал исключением. Данная идея оказать поддержку, помощь нашим друзьям, братьям, которые оказались в трудной ситуации сейчас, с известными нами событиями, родилась на нашем экономическом форуме, который состоялся у нас 25 числа в администрации города Каспийска. Была идея какими-то предпринимателями, депутатами, и мы, конечно, поддержали. Теперь мы уже создали штаб по поддержке и по оказанию помощи нашим друзьям с ДНР, ЛНР. В отправке более пяти тонн воды, тонны муки, макаронных изделий, а также подсолнечное масло и средства личной гигиены. В общем числе собрано более десяти тонн груза. Такой набор первой необходимости был направлен в Ростов-на-Дону. Данная акция организована Каспийским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в лице секретаря партии Абдул-Вахида Джаватова. При содействии главы городского округа город Каспийск Бориса Гонцова, а также бизнесменов и предпринимателей. Помощь в погрузке также оказывали представители МЧС города Каспийска. На отметке еще и ДАК-Дизель, правосоюзный комитет обратился к работникам. Они с такой идеей однодневный заработок на счет фонда мы вместе перечисляли. Но администрация тоже к этому подключилась. Мы также перечислили однодневный заработок, все администрации, всех муниципальных рабочих, служащих однодневный заработок. Еще и мы вместе. Первая партия – это от партии нашей «Единая Россия» отправляется сегодня. Это единороссы наши города Каспийска решили помочь. Это партия от партии «Единая Россия». Завтра поедет партия от Каспийска, от Горожан, два рейса будут, потом пойдет от депутатов. Это уже не рейс поедет. Почему решили помогать? Почему Каспийска считает нужным помогать? Потому что это наши братья, сестры, которые оказались в этой тяжелой ситуации. Мы получили информацию, что люди элементарно, что нету зубной пасты, мыла, чтобы мыться, купаться. Поэтому решили поддержать. Продолжение следует...